натур продукт шашлык made in russia federation this is this is russian да монгал монгал шарабан короче шашлык made in russia и шарабан made in russia о какая красота а запах угольки то знатные угольки то с красного дерева припасенные специально для такого случая для шашлычка с россии не пальма вот красное дерево это красное дерево тяжелая горит так же как уголь даже лучше вот мы немножко кинули вот таких два бруска ну два-три брусочка сюда уже час горит еще два гореть будет мясо у нас еще и там пол ведра ох наедимся шашлыка русского шашлыка на уксусе рецепт взят из ссср а тут тоже прям красотища неописуемая ой хочу хочу а запах просто непередаваемый восхитительно поразительно но факт куст пионов лесных пионов которые мы не знаю года четыре или пять назад с костями привезли из леса выкопали посадили и он сидел вот в этом самом месте тут по моему счету же были кустики но они не выжили вот он сидел и не развивался бы маленький маленький и не цвел и не умирал вот сейчас мы прилетели с филиппин и он к нашему прилету расцвел красавец друзья но я совсем забыла сказать что сегодняшний наш замечательный шашлык из ссср посвящен вернее не то что шашлык посвящен а сегодня мы им и другими конечно блюдами отмечаем замечательный великолепный летний праздник праздник троицы с чем мы вас всех и поздравляем строится и друзья строится и друзья к нам приехали сегодня в гости наши самые близкие и любимые родственники это мой брат александр александр помаши ручкой еще к нам приехала наша бабушка она старенькая и сейчас она гуляет во дворе по травке по зелени на солнышке наслаждается великолепным летним солнечным деньком позже мы вас с ней познакомим ну а сейчас мы будем вкусно есть пить вино и отмечать троицу еще раз строится и друзья кто говорил что в россии ничего нету колы нету у нас самая лучшая кола добрая кола да потому что она добрая она самая вкусная ну пробуйте душистая душистая но это что-то между пепси кола и кока-колой очень вкусно я даже не ожидал что будет такая вкусная кола в россии реально вкусная самая лучшая гола у нас в россии 1 об этом сказал вова чуть сидишь все молчишь на мне очень напомнила филиппинскую пепси вот а мне пепси нравится больше чем кола лично вот так вот а что вкуснее вино все бабушка отправляется домой нагостилась дышалась свежим воздухом ну давайте приезжайте к нам еще в гости всего доброго всего доброго всего хорошего и самого главного успеха во всем ну все давайте пока пока счастлива друзья доброе утро из россии чудесная летняя солнечная яркая почти как на филиппинах доброе российское утро вам наверное интересно а как же мы живем в россии и сейчас небольшой вот такой вот маленький обзор нашего участка живем мы вот в таком в большом доме со всеми услугами со скважиной с водоснабжением септиком но только на шести сотках мы ничего не садим с тех пор как переехали жить на филиппины с тех самых времен когда мы занимались приусадебным хозяйством осталось вот это вот тепличка она очень и очень древняя с тех времен когда еще не было вот таких вот каркасных теплиц покрытых вот как у соседей у наших покрытых пластиком или не знаю какое-то там покрытие как правильно она называется политкарбонат или что вот эту вот теплицу варили на заказ и ранней весной она обтягивалась полиэтиленом и в ней мы выращивали первую зелень редисочку огурчики и даже помидорчики потому что живем мы на берегу моря со второго этажа нашего дома его даже видно и туманы идущие с моря собственно говоря не дают толком вызревать помидором они чернеют поэтому помидорки мы тоже выращивали в тепличке а это дом для животных можно назвать сарай но сараем его назвать никак язык не поворачивается потому что сделано с новых досок с добротных в нем мы выращивали курочек вон есть класс для них с одной стороны с другой он был огорожен сеткой и курочки гуляли на улице и кроликов ну как всегда кости делает все масштабно поэтому и сыроюшка вот такая вот масштабная я говорю проще назвать домиком с этой стороны недостроенная банька тоже выстроили и на том на самом моменте стройки и оставили осталось оштукатурить сделать внутреннюю деревянную отделку да даже вот окошки в ней не вставленные но заказанные подкрался незаметно приехали смотрим катались и дышали морским воздухом гуляли ну как вообще русское море хорошее запах есть шедевреальны превосходные прекрасная да это слов нету как описать его да конечно филипинское море это классно мы от него не отказываемся на он нравится но коралловые рифы красивые да мы любим нырять плавать 3 рыба где карать как в аквариуме коралловые рифы а тут и другое тут она родное на настоящее настоящее пошлите завтракать мы приехали большие магазины за вкусняшками друзья несомненный плюс в россии это то что практически в любом магазине и только в большом но и маленьком можно купить любую вкусняшку вот сидишь ты допустим дома на диванчике захотелось тебе там чего-нибудь сладенького солененького остренького салатика миска толбаски ты можешь все это пойти и купить практически в любом магазине в филиппинах с этим проблема приходится все готовить самому по своему вкусу ну либо ехать вообще какие-нибудь большие большие города типа силу а сейчас мы приехали в один из больших магазинов города находка нашего города да пожалуй один не то что один из самых больших а самый большой это мега находка ну название вам говорит само за себя сегодня мы захотели корейских салатиков кстати друзья что нас удивило в этом магазине влад говорит смотри мама шао-пао филиппинская шао-пао только здесь она называется горячий хапан наверняка и начинка у него несколько другая наверно что нибудь восточное что-нибудь остренькое здесь перчик нарисован но по форме по виду по составу теста с виду парового тоже шао-пао что и на филиппинах я не буду рассказывать вам о магазине потому что наш сюжет вовсе не на магазине а отец вкусняшках которые находятся в витрине у меня за спиной и по каким очень скучали на филиппинах несмотря на то что многие из этих салатов я умею готовить готовлю сама дома но тем не менее сегодня мы будем покупать их в магазине такие вот пресные лепешечки тоже классная вещь надо будет купить обилие конечно хлебов в россии сортов и вида всегда приводила нас в восторг особенно после филиппинского белого ватного мягкого хлеба такой богатый выбор колбасы после филиппин посмотрите сколько много и все и вся разная вся разная я уже даже не знаю какая вкусная какая невкусная придется заново опять пробовать все ну и как же без красной рыбки без киты соскучился сальмон сальмон не нормы сальмон мы не едим мы едим нашу дальневосточную киту рашин сальмон наши нормы сальмон бе дальневосточный дикий выловлены море океане они вскормлены где-то там поэтому он самый лучший вот с норвегии же нам везут у них даже запрещено ее кушать везут а но мы свое едим дальневосточный дикий дикий нам в общем друзья речь сегодня идет не на магазине а а изобилие изобили вкусом продуктов которые можно приобрести в россии и о котором мы не задумываемся выезжая за границу когда нам все кажется таким новым необычным новые эмоции новые вкусы но в конце до концов начинаешь потом скучать по своему по родному и по изобилию именно по изобилию потому что на хилипинах как правило одни и те же вкусы одни и те же курицы гриль одни и те же поросята влечен и ничего нового за редким исключением поэтому друзья цените цените то что вы имеете в россии это мы вам говорим со всей ответственностью набрали набрали несколько пакетов ну конечно надо полагать соскучились вкус детства вафельные стаканчики пломбир это не то что мороженое 7-11 в рожках искусственное мороженое прикольно но не пломбир короче мороженое ванильное за 19 всего рублей ухты но если честно я даже не думал что за 19 рублей будет что-то вкусное но но нормальная вкусная а я в оторваться не могу мог бы есть пока не лопнул бы аж на 200 рублей проесть да не наверное 200 рублей да не проешь да это сразу ангида